Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас мочевой пузырь. Точка РП7 Лоу Гу контролирует мочевой пузырь и огромное влияние имеет на мочеиспускание в нашем организме. По самому названию «Долина течения» многие востоковеды связывают именно с течением воды, либо мочи с нашего организма. Поэтому нужно обратить внимание обязательно на поджелудочную железу, когда у человека учащенное мочеиспускание, либо отсутствует мочеиспускание. Почему? Пожалуйста, слушайте внимательно. Итак, коснемся западной медицины. Мочевой пузырь. Все болезни от А до Я можно использовать в данную точку РП7. При всех воспалительных процессах, всех болезненных процессах мочевого пузыря, а также циститы, цистологии, учащенное мочеиспускание, болезненное мочеиспускание. Я повторяюсь, отсутствие мочеиспускания и так далее. Все связано с мочевым пузырем. Почему? Потому что если вы внимательно будете смотреть, как контролирует меридиан поджелудочной железы, что он контролирует на своем пути, он контролирует область мочевого пузыря, а точнее нижний дань тянь. Он также контролирует тонкую кишку, толстую кишку, где тоже идет усваивание воды. И поджелудочная железа отвечает за водно-солевой баланс. Вот смотрите, вы убиваете троих зайцев одним выстрелом. Если вы знаете, в каком состоянии ваша поджелудочная, в каком состоянии ваша тонкая кишка, толстая кишка и мочевой пузырь, смотрите, уже четыре уровня, то с помощью точки РП7 лоугу вы можете сразу воздействовать на данную точку, навести порядок, либо что? Отвести избыточную энергию, которая провоцирует все болезни, связанные с мочевым пузырем. Либо добавить энергию методом тонизации на данную точку, чтобы что? Эти органы, что? Активизировать. Все, помните, состояние кроется в 12 меридианах. Тут нужно еще коснуться и, конечно же, диагностики 12 меридианов. Почему многие задают вопрос? Ответ. Потому что все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему, как у мужчин, так и у женщин. Потому что все болезни связаны с негативным проявлением, любым проявлением мочевого пузыря. Пожалуйста, состояние 12 меридианов в помощь. Если они все воспалены, простите, повторяюсь, данная точка расслабляется. Если все 12 меридианов слабые, вялые, данная точка тонизируется. И здесь нужно также подметить многим зрителям, что вы должны знать на 100% всегда. Вы истощаете свою энергию, тогда надо точки пополнять энергетикой. Либо вы наоборот воспаляетесь тогда, что данную избыточную энергию нужно расслаблять. Поэтому данное видео вам в помощь. Спасибо за внимание.